Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире национального телевидения Чуваши и программы Спорт Сити. И сегодня нам предстоит убедиться, что спорт способен объединить людей разных возрастов, профессий и даже национальностей. Мы познакомимся с футбольной командой иностранных студентов. Туркменистан, Таджикистан, Индия, Ангола, Египет, Палестина, Сирия. И это далеко не весь перечень стран, студенты которых обучаются в Чувашском государственном университете имени Ульянова. Причем многие из них свое свободное время проводят на спортивных площадках, в частности на футбольных. Мне очень нравится. Я уже три года занимаюсь. Мне очень нравится футбол. Для меня футбол – моя вера и любовь, которая всегда со мной. Футбол – моя мечта. Даже была моя мечта стать футболистом. Я играл в футбол, потому что я очень люблю футбол. И здесь нравится играть. Здесь играть хорошо. Мы играли вместе, мы с друзьями играли. Очень нравится здесь. На футбол – это самый прекрасный спорт для меня и для нас, конечно. Когда мы были в школе, когда мы были в Малике, мы играли. Но только когда мы пришли, отсюда приехали в Россию. И именно на медицинском факультете это вообще не то время для того. Здесь прекрасное место, прекрасный университет. Очень-очень мне нравится. Мы очень рады, что мы здесь. Занимается с иностранными студентами-футболистами Алексей Лесин, получивший на днях тренерскую категорию «С» по мини-футболу. Иностранные студенты сейчас довольно хорошо общаются на русском языке. Поэтому сейчас намного проще с ними работать. В том году немножко посложнее было. В этом году уже привыкли. Возможно, для многих ребят футбол – это не просто активное времяпрепровождение, но и новые знакомства, друзья и, конечно же, адаптация в новой стране. Это прежде всего адаптация. Потому что мы все-таки стараемся в спортивные мероприятия вовлекать, именно начиная с подготовительного отделения. У нас есть специализированные подготовительные отделения, где они обучаются русскому языку. И они уже понемножку начинают адаптироваться к жизни и своей учебной деятельности в университете, а также, естественно, к спортивным мероприятиям. Активное участие ребята принимают и в соревнованиях. Причем не только внутривузовских, но и в республиканских турнирах среди народностей Чувашии, проводимых в честь Дня народного единства. В этом году сборная ЧГУ, в состав которой вошли иностранные граждане, заняла второе место в мини-футболе, уступив команде Палестины. В рамках нашей программы мы проводим блиц-опрос с нашими героями. И сегодня мы поговорим с представителем Сирии Мухаммедом. Лучший вид спорта. Футболь. Сколько лет занимаешься футболом? Как родился, уже занимаюсь. За какой футбольный клуб болеешь? Реаль Мадрид. Какой из футбольных клубов в России тебе нравится больше? Спартак. Лучшая футбольная сборная? Франция. Кто станет победителем чемпионата мира по футбол 2018 года? Надеюсь, Франция. Но я болею тоже за Россию, пока я здесь живу. Отлично. И лучший футболист? Кристиано Рональдо. А из России? Не знаю. У каждого из этих ребят своя история о том, как они пришли в футбол. Для многих из них любовь к этой игре с мячом началась еще в детстве. У меня на родине тоже в футбол играли. Это вообще, когда был на родине, даже каждый день играл в футбол. Когда я занимаюсь футболом, когда я маленький, каждый день играю в футбол, потому что я очень люблю футбол. Футбол – это моя жизнь. Здесь же, в новых для этих игроков условиях, тяга к футболу лишь растет. На площадке большое число представителей разных государств, но все они – одна большая команда, в которой все равны. Потому что мы понимаем друг друга, а мы все одинаковые, разницы нет. И если араб или русский, мы все друг друга уважаем и любим. Мы никогда не чувствуем, что мы иностранцы здесь, самое главное – все человеки друг с другом. Я всегда говорю, что это футбол не надо… Насколько я очень молодец, это не хватит. Футбол надо друг с другом, всегда вместе. В ЧГУ у нас обучаются иностранные граждане из 45 стран на данный момент. Это порядка 1400, получается, студентов. Ну и где-то треть действительно представлена в различных спортивных мероприятиях. В том числе, кстати, мы активно принимаем в «Крусе нации» участие и в «Лыжне России». Многие из этих иностранных граждан не только занимаются футболом сами, но и следят за развитием этого вида спорта на международной арене. И, конечно же, у каждого есть любимый клуб и свои фавориты. Для меня «Ариан Мадрид» – это почти все. И футболист, как Рональдо, Кристиан Рональдо, и как лучший тренер тоже Зидан. Всегда мой любимый игрок, игрушка Месси. И как этот игрок Месси. Месси и Немар, конечно. Это вообще моя мечта. Слышали, ребята, и о том, что Чемпионат мира по футболу 2018 года будет проходить в России. И ждут его здесь не меньше россиян. Скоро тоже следующий год. Футболь, мир, Россия. Мы будем там. И Россия номер один, конечно. Сегодня мы познакомились с командой иностранных студентов в Чебоксарах. Конечно, это не профессионалы, а лишь те, кто играет в футбол ради своего удовольствия. Однако сразу два наших стадиона претендуют на право стать тренировочными базами к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Так что у столицы республики есть все шансы принять на «Спартаке» или «Олимпийском» одну из сборных участниц Мундиаля. Ждем и надеемся визит команды профессионалов. А пока прослушаем анонс спортивных мероприятий на ближайшие дни. До новых встреч! На горизонте снова большой хоккей в Ледовом дворце Чебоксары-арена. 28 и 29 октября в 13.00 хоккейный клуб Чебоксары встретится с Саранской Мордовией. А 1 и 2 ноября в 18.30 они проведут матчи против «Саратовского кристалла». Не будет скучно и поклонникам баскетбола. 7 и 8 ноября Чебоксарские ястребы встретятся на домашней площадке с БК «Уралмаш» из Екатеринбурга. Начало игр в 18.30. А 11 и 12 ноября в 17.00 здесь же ястребов ожидают игры с Тобольским нефтехимиком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова